Добрый вечер. Я, как всегда, напоминаю, что я посвящаю свои слова Люба Бат Михаэль Мешков-Лейзерсон и семьи Гинсбург, которая ушла из жизни полтора года назад и посвятила 20 лет жизни работе над комментариями к пророкам. Так что я думаю, что это вполне заслужено во имя ее памяти и во имя возвышения ее души. Мы с вами в пророке Еремьягу. И я напоминаю, что тема эта не разработана. Может быть, Еремьягу еще меньше, чем остальные пророки. И приходится иногда слышать такое мнение, что об этом даже Ницше говорил Авдиль, что вот есть пророк Ешаягу, от него исходит сила, призыв к борьбе, стоять до конца. И есть Еремьягу, который призывает сдаться на выходный цару. Ну, Ницше это может себе позволить, а мы такое себе позволить не можем. Но, к сожалению, в нашей среде звучат подобные слова. Понятно, что Еремьягу начинает пророчествовать не по своей воле. Он произносит не как бы не свои слова. Он произносит слова по воле Всевышнего. Мы помним, что в начале Всевышний говорит, вот рука моя коснулась губ твоих. Рука – это то, что принуждает, заставляет. Это не просьба. Он идет, и он должен говорить то, что говорит ему Всевышний. Его бы воля, он бы лучше бы исчез. Лучше бы не родился, как он говорит, чем говорить эти слова. Поэтому, несмотря на то, что пророчество действительно очень часто оно неотрывно связано с личностью пророка. И не случайно человек вот такого-то и такого-то плана наделяется таким-то и таким-то пророчеством. Пророчество очень соответствует его характеру. Но бывают и исключения. Бывают и исключения. И ремьягу – это и исключение. То есть он не то, что пророчество не соответствует его характеру. Он вообще не хочет его. Вообще он хочет только плакать о сыновьях Израиля. Кто дал бы, чтобы голова моя вся была как источник слез, говорит он. Но это его единственная мысль. Поэтому обвинять его в том, что он призывает сдаться халдеям, совершенно невозможно. Он исполняет волю Всевышнего. А его несколько раз обвиняют в измене. И когда уже идет осада, и халдеи на какое-то время отступают от города, то ремьягу хочет, как и другие, выйти и запастись продуктами. Его хватают, говорят, что ты хочешь перейти к халдеям, обвиняют в измене, бросают в яму, из которой он чудом спасается. Царь Циткиягу понимает, что он прав, но ничего не может сделать своим окружением. Так что вот этот вот подход к еремьягу, слабость и даже предательство какое-то, он совершенно-совершенно неверен. То, что из этого ничего нельзя выучить. То, что можно выучить из еремьягу, что общество, пришедшее к такому состоянию, в котором находилась Иуда в последние годы, может быть, в последние 25 лет, если уж не брать раньше, общество в таком состоянии, в каком оно находилось, оно не может продолжать существовать. И единственная возможность очистить – это отправить в изгнание. И знание могло быть по-разному. Если бы послушали еремьягу и покорились бы на выходный цару, то не был бы разрушен рушалаемый храм. И, конечно, было бы очень тяжелое время, жили бы под чужой властью. Но другого выбора просто нет. Возможность исправиться дается до самой последней минуты. Я немножко забегаю вперед для того, чтобы понять характер еремьягу, общий характер книги и снять с него это отбиение. Когда халдеи отступают от города на 40 дней, еремьягу призывает всех отпустить рабов, которых незаконно удерживают у себя после 7 лет, и отпускают рабов. Но потом в течение уже этих 40 дней возвращают их обратно, потому что некому подать тапочки, некому подать пустакан воды, некому зажечь верхний свет, возвращают рабов, и все, это последний шанс, и он пропал, не был использован. То есть до последнего дается шанс. И это не призыв сдаться от бессилия. Это призыв исправиться до последнего момента, а если не можете исправиться, если у вас нету сил покориться врагу и быть под властью Небокудныцара, так, чтобы Ирушалай и Мехрам не были разрушены. Что дает изгнание, что дает чужая власть? Понятно, что все государственные структуры разрушаются, разрушаются, и создаются они потом заново. И самое главное – те, кто хочет уйти к этого поклонникам, те, кого устраивает их образ жизни по той иной причине, потому что он более веселый, потому что их вдохновляет служение идолам, или потому что среди этого поклонников господствует вседозволенность, эти люди уходят и таким образом очищается общество. Мы видим, насколько высокое общество, хотя, может быть, и не сразу, было построено после возвращения из Вавилонского изгнания, насколько высокие по своему духу руководители были у народа. И это Иеремьягу, который страдает, переживает, не понимает всю тяжесть наказания, которые Всевышний предназначил народу. Но он вынужден говорить то, что он должен говорить, он вынужден предсказывать то, что должен предсказывать, предупреждать о том, что предупреждать, и здесь нету его воли. Если Иеремьягу, как мы помним, в шестой главе говорит, пошли меня, хотя пророчество очень тяжелое, но он готов, то Иеремьягу нет. Он не готов. Он говорит, что лучше бы ему было не родиться, лучше бы ему было умереть. Поэтому взваливать вину на человека совершенно невозможно. Надо вину искать в себе, понять, что это наказание Всевышнего, и искать вину в себе. Это то, что хотелось бы сказать в общем. То, что общий мотив, который слышится в Иеремьягу во всей книге, проходит красной нитью через всю книгу, что это призыв к искреннему раскаянию, то раскаяние, которое было бы вина царя Иеремьягу, оно не было искренним, оно было под давлением царя, и Всевышний предупреждает об этом. И есть такой упрек постоянный, что вроде бы Всевышний ушел, отдалился, а его не ищут. Никто не ищет, никто не призывает. И нету этого ощущения, что чего-то не хватает. Не хватает пророчества, не хватает живого ощущения божественного присутствия, не хватает и того острого ощущения божественного присутствия, которое было раньше в храме. Все это остается как бы незамеченным. Ну, пропало и пропало. И ладно, мы будем продолжать таким образом, как бы идти формальным путем. Представляется, что вот это такая красная линия в Иеремьягу. Мы сейчас на этих словах с вами вернемся к третьей главе и посмотрим, что у нас с вами там происходит. Так. Я отлистываю к началу главы. Натан всегда просит убрать знаки вот эти. Я сейчас попробую убрать их. Так. Вот. И третья глава начинается со слов. Сказано, ведь если муж отошлет жену свою, и она уйдет от него и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Мы знаем, что по закону Торы невозможно, если женщина развелась с мужем, она может за него выйти замуж заново, но только при условии, что она это время не была с другим мужчиной. И вот здесь пророк вспоминает этот закон. И Всевышний говорит, как бы сравнивает народ Израиля с женой, которая, если не изменяла мужа, то вела себя очень вольно, развязана. И он дал ей разводное письмо. И она пошла к своим любовникам, своим приятелям. В данном случае мы понимаем, что народ продолжал, в то время, когда уже почувствовал разрыв связи, он продолжал все равно заниматься и долопоклонством. Большой вопрос, зачем даются такие сравнения. Мы понимаем, что суд небес, он работает не так же, как земной суд. И народ Израиля – это не буквально жена Всевышнего, это образ. И поэтому, поэтому, несмотря на то, что, может быть, даже иногда значительная часть народа ушла в сторону и долопоклонства, всегда возможно возвращение. Мы знаем, что это работает и для народа, и для одного человека. Если кто, упаси Бог, ушел куда-то в христианство, то он может в одну секунду раскаяться и вернуться, и никаких процедур для этого не нужно совершать. Был обычай, давно, сейчас уже давно его нету, что человек, который, скажем, соприкоснулся с христианством, серьезный, если так можно сказать, то он должен был при возвращении в общину, окунуться в миг. Давно этого обыча уже давно нету. То есть, можно было сказать простыми словами, несмотря на то, что вы запачкались седовопоклонством, в любой момент вы можете вернуться ко мне. Я жду вас. Пророк сравнивает, и он, конечно, не первый. Мы помним это в Ешаягу. Мы помним это особенно. Эта тема развивается у пророка Гошея, современника Ешаягу. Зачем говорить о жене, если как бы все равно закон не... Из этого мы не учим закон, из этой ситуации мы не учим закон буквальный. Или эта ситуация не попадает под формальный закон, потому что суд не без другой. Зачем? Я вам скажу такую вещь. Вот, что в принципе Всевышний, Всевышний Он совершенство, и поэтому Ему нельзя ничего сделать. Ему нельзя досадить, Его нельзя расстроить, Его нельзя огорчить, заставить плакать. И мы помним в главе Азину Маше говорит Амнабаль Лохахам Алигашем Тасузод Народ неумный, немудрый. Всевышнему ли вы сделаете это? Всевышнему ли вы причините боль? Как бы вопрос повис, как бы вопрос. Да, причините, может быть, причините своим поведением, а может быть и нет. Повис вопрос. Здесь такая ситуация. У нас есть заповеди, у нас и давайте скажем так, что одна из них это заповедь представить себе Всевышнего, стоящего перед нами, наделенного нашими свойствами, несмотря на то, что, может быть, где-то в уголке памяти нужно держать, что он совершенствует, ему нельзя причинить боль, но есть заповедь, да, как представить себе, как бы он переживал и как бы он страдал, если бы, скажем, да, общение с ним происходило на человеческом уровне, да, а мы так вот и представляем себе общение с ним на человеческом уровне, как с отцом, да, так вот и в том случае, когда мы ему причиняем боль, есть заповедь представить себе, какую боль мы причинили ему, да, как любящему мужу, на глазах которого жена идет и идет и развратничает, и он понимает, что это глупость, и он понимает, что в основе своей у нее где-то осталась чистота, и все непонятно, вернет он ее или не вернет у нее, это другое дело, но ему больно, ему больно, и наша обязанность представить себе, какую боль мы причиняем Всевышнему, и, скажем, доказательством этого, доказательством этого момента, доказательством этого момента может быть Агада, Митраж Раба, который говорит, что когда еврейский народ находится в Галуте, то Всевышний также в Галуте испытывает боль, это дается через образ куста, который горит, не сгорает, который Маши видит возле горы Синай, да, вот, и как бы, да, не вот, щена, божественное присутствие, оно тоже в этом кусте, сухом, колючем, из которого невозможно вырваться, говорят, что терновый куст, он такой, что если птица туда попадет, она не выскочит, потому что его колючки направлены внутрь, да, вот, не знаю, не проверял, но, по крайней мере, так говорит, говорит Митраж, и вот так же, как бы, щена там, и больно, она не может выбраться, да, и, как бы, Всевышний говорит, Маша, вытащи меня отсюда, вытащи народ из Египта, и ты вытащишь меня отсюда, да, и это наша обязанность, не то, что Всевышний где-то далеко, да, ну, да, конечно, может быть, и, да, Гемара говорит, что Всевышний говорит, так бы, не старим, те в кеновши, в скрытом месте будет плакать моя душа, то есть, да, в скрытом месте будет плакать моя душа, да, или в скрытом месте можно перевести, так, я буду сам плакать, потому что нефиш, на вши иногда переводится как сам, да, никто там меня не увидит, да, так она нам говорит, да, ты не знаешь, что происходит со Всевышним, да, но обязанность твоя представить тебе, что ты причинил ему, да, и вот это смысл, понимаете, этого всего, смысла рассуждения, да, жена, жена, ее муж прогнал, а может ли ее возвратить, да, вот это все для того, чтобы мы представили, как тяжело, как тяжело Всевышнему, я вот тут вычеркнул, подчеркнул тему боль Всевышнего, да, теперь мы пробираемся с вами дальше, да, и мы видим здесь в третьей главе очень интересное, интересное рассуждение, увидел я, что после всего того, что предеводействовала распутная страна Израиль, то есть Северное Царство, отослал я ее и дал ей разводное письмо, да, и не побоялась вероломная сестра Иуда, а пошла и проведствовала и она. После того, что произошло в Северном Царстве, после его, после его изгнания, Иуда не опомнилась, да, прошло много лет после изгнания, и знание было на царях Искияху, а после Искияху был Минаше, да, вот, а потом был Омон, то есть, и они уходили полностью в сторону Иудового поклонства, не задумываясь о том, что произошло с Северным Царством, почему причина, хотя пророки говорили явно, да, в чем причина, да, грубо говоря, выдало поклонство, да, и зато вытекает и одно, и другое, и пятое, и десятое причины выдало поклонства, и в Иуде не сделали вывода, или комысным любодейством своим осквернила она землю, и блудодействовала с камнем и с деревом, а ко всему, и ко всему этому, но кроме этого, когда пришел царь Иошаягу и положил конец, положил конец и долбоклонству, служению, даже служению Всевышнему вне храма, да, так что не вернулась ко мне всем сердцем своим Иуда, вероломная сестра ее, а лишь притворно, сказал Бог, а может быть трудно себе представить это раскаяние притворное, но мы уже говорили об этом, да, что как бы вот этот толчок к раскаянию он идет он идет сверху и есть две как бы волны, два периода, когда Иошаягу призывает народ к раскаянию, призывает, заставляет его, да, один период, когда он сам приходит к каждому жертвеннику или, по крайней мере, к основным жертвенникам уничтожает его поклонство, другой период, когда он собирает весь народ, да, весь народ, чтобы все были как бы участниками уничтожения жертвенников вне храма, которые близки к идолупоклонству и тех жертвенников и идолупоклонников, которые остались, и тех следов идолупоклонства, тех сброшенных статуй, которые были сброшены, но не были разбиты, он собирает массу народа для того, чтобы повлиять на людей, исходя из того, что это отвращение этого поклонства одновременно тут же должно породить любовь к Торе, любовь ко Всевышнему, но этого не происходит. Все движение, как бы раскаяние идет сверху, и люди, может быть, даже люди есть, которые это отошли от этого поклонства, да, но они настолько как бы конформисты, настолько не убеждены в том, что они делают, да, что только переменится власть, да, и они вернутся к такому общему струе, к общему потоку, никакого осознания своих преступлений, никакого осознания недопустимости и доупоклонства, его отвратительности и всех ужасных его последствий, всего этого не произошло, да, царь давит, царь посылает, вводит полицию нравов, и даже при этом люди сохраняют свои обычаи и изображения идолов в домах, да, поэтому не вернулась ко мне всем сердцем своя Иуда, вероломно, но на улицу никто не выйдет с изображениями идолов, никто не поставит изображение идолов во дворе, или жертвенник не поставит на дворе, или на крыше, как это делали раньше, никто это не сделает уже, но никакого непонимания, нежелания отказаться от его поклонства нету, да, это вероломность Иуды, да, и Всевышний как бы удивляется, ну, как так можно, как так можно, да, уже вот пример Северного Царства перед глазами, ну, что еще нужно? Вот, конечно, все эти слова можно обратить и к нам, и к нашему поколению, да, и спросить, да, ну, что еще нужно после двух тысяч лет изгнания, чтобы доказать, что народ может жить только на этой земле, и, а жить на этой земле можно только, идя за Богом, не только соблюдая заповеди, так как это привычное, привычное выражение соблюдать заповеди, не только соблюдая заповеди, а стремясь к духу пророчества, стремясь к духу, духу Торы на всех уровнях жизни, ставя перед собой глобальные задачи, национальные, только так можно жить на этой земле, но что нужно, что нужно еще после изгнания для того, чтобы показать, для того, чтобы показать это, непонятно, да, и вот это вопрос Всевышнего, боль его при взгляде на Иуду, которое вроде бы как-то, да, там есть движение раскаяния, как бы, как-то, да, и сказал мне Бог, праведнее оказалась душа распутной страны Израиля, чем вероломные Иуды, вот, какая разница, праведнее, неправеднее, да, Израиль праведнее, да, ну, правда, честное слово, вот, это, десять колен, они праведнее, праведнее Иуды, что тут сравнивается, да, посылка совершенно, как бы, да, если так можно сказать, она не реальная, а это посылка, как бы, да, определяющая, или посылка, поиска, выхода, из ситуации, да, понимаете, то есть мы привыкли всегда сравнивать один праведнее, другой менее праведнее, да, а вот теперь, когда Иуда оказалась не такой праведной, давай мы возьмем, вернем это, вернем десять колен, потому что они более праведные, да, это внешняя оболочка, внешняя оболочка, да, речь идет совсем, совсем о другом, да, речь идет о том, нам это легко очень себе представить, да, что, конечно, Всевышний хочет вернуть десять колен, он хотел еще вернуть их и в период Хискиягу, вот, они посмеялись над его приглашением принести пасхальную жертву, он хотел вернуть их в период Юшаягу и хочет их вернуть в период Юшаягу, но для того, чтобы вернуть, нужно ядро, за которое зацепиться, ядро веры, ядро понимания, ядро желания, притяжения ко Всевышнему, и таким ядром должна была быть Иуда, и вот сейчас эти десять колен, которые уже были достаточно наказаны, давайте мы их вернем, вернем, Иуда поднимет и возвысит и возвысит их и невозможно об этом говорить, невозможно говорить, как она возвысит их, так, там нету этой праведности, которая могла возвысить десять колен, которые вернутся на свою родину, на свои земли, свои города, они должны были бы, они уже в изгнании, они утратили там многие заповеди, не все вернутся, привязанность к земле ослабела, да, вот, ослабла, вот, но если сейчас потянуть их, они придут, куда придут, надо же за что-то зацепиться, да, вот, и это определяет, это не столько, как бы, завешивание, кто прав, кто виноват, а это определяет ситуацию, и мы увидим, что Всевышний говорит, все равно возвращайтесь, хватит, уже свое хлебнули десять колен, возвращайтесь, все равно, да, вот, несмотря на то, что Иуда не может быть вашим опорой духовным церством, духовным центром, теперь смотрите, да, иди и возвести эти слова северу, и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Бог, я не обращу лица моего гневного, да, на вас, ибо я милосерден, сказал Бог, и не буду вечно помнить зло, да, то есть, да, после того, как описана ситуация, что на Иуду положиться невозможно, все равно обращение к Еремиягу, Еремиягу, Всевышний говорит ему, иди на север, туда, в землю Дамаска, куда были угнаны десять колен, и скажи им, возвращайтесь, возвращайтесь, да, вот, а они не оставили свои привычки, они не оставили привычку к идолупоклонству, или они уже там вернулись к идолупоклонству, потому что последнее время среди десяти колен не было, после бунта Егуде, среди десяти колен не было идолупоклонства, но они там как бы уже соприкоснулись с народами, они уже прижились на земле хорошей, куда их обещал перевезти санкирифы, действительно перевел их на хорошие земли, вот, они уже все, они там под влиянием народов мира, да, и все, и не способны к раскаянию, да, в Торе говорится, что вот и будете искать меня, и вы в изгнании будешь искать меня, вот, и найдешь, а тут нет, и тогда начнется процесс возвращения, а тут нет, да, тут нет, да, несмотря на то, что нет никакого раскаяния, никакого понимания, никакого осознания, Иремия уйдет в места поселения этих колен и говорит, возвращайтесь, да, вот, единственное требование только, да, вот, вы не, вы не можете понять, что к чему, вы не можете разобрать все законы Торы, вы не можете их как следует исполнять, одно только прошу, одно, осознай вину свою, что против Бога всесильного ты, вот, ты грешила, как грешила, что грешила, потом, потом будем разбираться, да, как все это исправлять, как налаживать жизнь заново, сейчас только пойми, что ты виноват, или вы колено, десять колен виноваты перед Всевышним, все, больше ничего пока не требуется, и направил свои стопы к чужим, под каждое зеленеющее дерево, а голоса моему вы не внимали, голоса моему пророкам вы на протяжении многих лет не внимали, вернитесь, да, и осознайте эти две вещи, надо приближаться ко Всевышнему, как, что, почему, постепенно разберемся, да, вот, и надо слышать пророков, это уж тут с этим ничего не поделаешь, да, вот, теперь и шуву баним, шувивим, говорит пророк, возвратитесь, дети, переводят по-русски шаловливые, я перевел дети шалости, как-то шаловливые, не очень, не хорошо звучит, да, вот, на иврите шувивим, шувивим, это которые постоянно возвращаются к своим глупостям, к своим глупым делам, да, ну, как ребенок, он что-то сделает из-под тишка, потом сидит тихо и ждет следующего момента, когда можно что-то натворить незаметно, то ли стащить конфету, да, то ли подложить кнопку на стул учительницы, вещи совершенно как бы бессмысленные или мелкие, да, вот, и шувивим, да, дети, на которых положиться невозможно, они все время возвращаются, да, возвращаются к своим глупостям, возвращайтесь такие, какие вы есть, да, возвращайтесь, да, возвращайтесь в землю святую, потому что, понятно, без возвращения в землю невозможно говорить ни о каком восстановлении, ни о чем об этом говорить, ни о каком раскаянии, да, невозможно говорить, можно говорить о частном раскаянии, И соблюдение заповедей – это очень хорошо, но это недостаточно, это не то, о чём ведут разговор пророки. Я не помню, говорил ли я вам, но я хочу это отметить, не знаю. Если я говорю, вы меня извините за возвращение. Рав Кук объясняет в одной из своих работ, по-моему, это Эдра и Карри, если я не ошибаюсь, он объясняет там, что высказывание из Гемары, что хахам адив минави. Мудрец, он предпочтительнее пророка. И он объясняет, что мудрец, он указывает, как жить изо дня в день, надо встать утром, сделать на тела, отъедаем, одеть сначала правый ботинок, завязывать шнурок сначала на левом ботинке. И как должен пройти день в работе, в изучении Торы, в служении Всевышнему, как делать бритмила, как делать шхиту. И это предпочтительнее, чем пророк, который не учит заповедям, не учит конкретному поведению каждый день изо дня в день. А он выдвигает глобальные цели. Он указывает на недостатки. Да, шуханарух не указывает на недостатки. Он говорит, что делать изо дня в день. Шуханарух не призывает к каким-то глобальным вещам национальным. Это пророки. Это пророки. И вот Рав Кук объясняет, что поскольку пророки, они были много лет, они были много лет, и ни к чему это не привело. А вот пришли мудрецы, и они организовали как-то жизнь и подготовили народ к изгнанию, к 2000-летнему изгнанию. Это очень хорошо, очень правильно и очень красиво, но надо понимать. Это большая ошибка, скажем, многих и многих изучающих гемару, многих изучающих пророки. А вот надо понимать, что высказывания мудрецу относятся исключительно вот такие высказывания, скажем, ну, когда разбираются заповеди, там, цицит, филин, это вещи вечные и так далее. Ну, вот такие посылки, как бы морально-нравственного плана, исторического плана, они относятся к определенному периоду. И только на этом построен весь перке. Вот каждый, не в каждую эпоху возникает какая-то проблема. Она, конечно, с одной стороны, она вечная, но, с другой стороны, проблема, можно сказать, вечная, или, скажем, посылка мудрецов, она вечная. Но, с другой стороны, она привязана ко времени, ее можно видеть только в свете того времени, когда жив мудрец, светит той глобальной проблемой, с которой он столкнулся, и это все перке. Вот, и это все, все морально-нравственное учение. Ну, не буду говорить все, но значительная часть того, что есть в Талмуде. И здесь это яркий пример, да, яркий пример. Мудрец, предпочтительное пророка в изгнании, когда есть изгнание, а когда народ живет на своей земле или в период возвращения, невозможно без пророчества, невозможно без пророчества, или, скажем, по крайней мере, невозможно без того, чтобы не обратиться к идеям пророков, для того, чтобы не через них не увидеть будущее, невозможно просто. И тут уже нельзя сказать, что мудрец предпочтительнее пророка в том смысле, что он создаст основы национального существования через исполнение частных заповедей. Это мне хотелось очень сказать. Не знаю, может быть, я уже к этому повторяюсь. Не знаю, может быть, я повторяюсь. И вот, возвратитесь, дети шалости, сказал Бог, ибо я господствую над вами и возьму вас даже одного из города, возьму даже одного из города и двух из семи и приведу вас с ее. Дети шалости, мы помним. Возвращайтесь. Какие есть? Только одно. Одно условие. Поймите, что вы согрешили против Всевышнего. Все, что вы не числи от греха, совершили годовую экскурсию от школы за границу и приехали, вернулись в Израиль. Нет. Да только одно. Поймите, что вы согрешили перед Всевышним. Дальше будем разбираться. А так возвращайтесь. Что у вас там есть в голове? Какие перепутанные представления о Боге, о мире, об отношениях, взаимоотношениях между людьми. Все, что хотите, только возвращайтесь. Ибо я господствую над вами. Я ваш господин. Почему это? А не те цари, под властью которых вы были в изгнании. Возвращайтесь ко мне, я ваш настоящий хозяин. Еще речь не идет о возвращении по любви. Речь идет о возвращении из страха. Или из трепета, в лучшем случае скажем. Еще не идет я, господин ваш. Вот это одна посылка. Вторая посылка. Возьму вас даже одного из города, двух из семи, и приведу вас с ее. Это фраза, на которой бьются многие комментаторы. Наиболее реальное, близко к действительности ее понимания заключается в том, что значит я возьму одного из города. А если двух из города, если трех из города, какая разница? Я возьму немного из города. Даже одного из города. Почему из города? А потом в сопоставлении семьи. Возьму одного из города. Того, кто оторвался уже от общины. Тот, кто служит царю, допустим. Состоит на какой-то должности. Или занят торговлей. Или занят сельским хозяйством. Но он уже не принадлежит общине. И он уже как бы не видит себя частью общины. И не помнит о возвращении. Если он почешет в затылке. И скажет, ой, что же это я так? Надо было бы как-то подумать о возвращении. Говорит, свыше, я возьму его и верну его. Одно и пробудившийся в его голове искры человека, уже ассимилировавшегося одного в городе. Да, может, их там десять таких. Но каждый из них, он один в городе. Ассимилировавшийся. Я возьму его и приведу его. И он годится. Только пусть почешет в затылке. И он годится. И он сойдет. И возьму двоих из семьи. Тут есть такое скрытое обещание Всевышнего. Есть те, что если один раскаивается, то очень часто есть помощь с небес другому, второму члену семьи раскается. И если он не раскаивается, то он уже просто сопротивляется как бы этой помощи, которая дается ему с небес постоянно. Вот поэтому Всевышний говорит, я возьму двоих и сними. Если один захочет вернуться, я помогу и второму. Мне нужно будет разбивать семью. И вот поэтому он говорит, одного из города и двух из семи. Надо было бы наоборот, одного из семьи и двух из города. Тогда мы что-то понимали как бы в количественном плане. Вот из семьи, даже из небольшой семьи возьму одного, а из города возьму двух. Что-нибудь такого плана. Нет. Так, как мы с вами сказали. Один в городе, да их может быть десять таких в городе. Он один, ощущает себя одним в городе. Я и десятерых возьму, безусловно. А что если они решат возвращаться и возьмем десятерых? Но каждый из них, он один в городе. Теперь и двоих из семьи. Помогу пробудить сердце. Помогу скрепить этот союз семейный. И заберу двоих из семьи. И дам вам, пастыри, и по сердцу моему. И будут они питать вас познанием и мудростью. Поскольку возвращение десяти колен, оно состоялось. Этот призыв Римьяу не остался совершенно неуслышанным. Часть из десяти колен они вернулись. Трудно говорить о процентах. Может быть, эти зерна упали в почву. И они проросли в период возвращения сыновей Израиля из бавилонского плена. Иногда ошибаются и говорят, что мы называемся иудим. Иуда. Потому что мы из колена иуды. А другие колена не пропали. Ничего подобного. В период возвращения из бавилона. Во-первых, как мы с вами говорили, в несколько периодов истории колена смешались. И десять колен пришли в иуду. И ни один, ни два в массовом порядке. А в другом плане было несколько периодов возвращения десяти колен. И в период возвращения из бавилона часть из десяти колен вернулись в свои города. И заселили их. Мы видим северную часть. Как бы на страны заселенную. Еще, может быть, больше, чем южную часть. Ну, не буду здесь как бы сравнивать. Так что это трудно. Но заселенную северную часть страны мы видим. Так что сказать, что мы называемся иудим, потому что мы из колена иуды, это совершенно несправедливо. У нас перемешаны все колена. И вот этот призыв Еремиягу, он сработал и в его время, и впоследствии. Он сработал при возвращении из бавилонского плена. Вот, и дам вам пастырь и по сердцу моему, и будут они питать вас познанием и мудростью. Ну, тут можно сказать, что поскольку десять колен они не вернулись в массовом порядке, то и в этот период это пророчество не исполнилось. Оно безусловно исполнилось при возвращении из бавилонского плена, когда руководители были праведные, когда их старание, упорство, самопожертвование, решительность, оно создало заново народ. Начало, позволило начаться эпохи второго храма, великолепные эпохи второго храма, без которой невозможно представить ни еврейскую историю, ни нас самих, благодаря праведным руководителям. Конечно, мы знаем с вами, что любое пророчество, много раз мы говорили об этом, любое пророчество может исполниться полностью, как бы в полном своем объеме, а может оно так, краски поблекнут, и вот, конечно, в период возвращения избавили, были праведные руководители, но, к сожалению, можно сказать, что и хашмана им были праведные руководители, вернувшие народ к раскаянию. Что же такое, если не раскаяние, война хашманаев? Вот, можно сказать и так, но это оказалось неустойчивым, и, в общем-то, из-за того, что народ не вернулся к раскаянию, и руководители тоже в период хашманаев не выдержали этого испытания, потянулись за народом в то время, когда они его должны были возвышать, пошли за таддукеями, в то время, когда они должны были с ними бороться, не выдержали испытания. А так, можно сказать, что, да, в начале периода возвращения были руководители удивительной праведности, если вы возьмете Эзру или нехемию, или, если вы возьмете более еще ранних руководителей, Зарубавеля и первосвященника Яшуа, этот период возвращения из второго храма, это все руководители величайшей праведности. И так, в данный момент это не исполнилось, потому что не было массового возвращения. В дальнейшем это, да, исполнилось, но, опять же, народ должен был подхватить эту волну, а он не подхватил, он тянул руководителей вниз, и в период хашманаев они упали вместе с народом. И дальше очень и очень интересная посылка, которая тоже воспринимается совершенно неправильно. Я не знаю, важно ли это, понимаете, но иногда кажется, что вообще ничего не нужно, да? Ну, так, ну, так, сказал и пошел. А мне кажется, что каждая неверная мысль, особенно относящаяся к нашей истории, духовной истории, да, она влияет на нас не так и приводит нас к неправильным выводам и в результате неправильного, к неправильному поведению. Вот, я помню, на одной лекции лектор рассказывал об Раф, рассказывал об Элише Бенавуе, о том, как он решил, что, наверное, есть две власти, и поэтому оставил соблюдение заповедей, и потом, как бы уже после его смерти, хотели мудрецы, хотели оправдать его, как бы вытащить его из геенов, может быть, образно говоря, возблизить его душу, да, и они сказали, вот, был один среди нас, и что же мы не можем его, да, таких больше не было, как Ильше Бенавуе такого уровня, которые бы отошли от Торы, и что же мы не можем его вытащить, да, и вот лектор, он сказал так, да, ну, вот, был один среди нас, великий мудрец, но что такого, что он решил, что есть две власти, да, я к нему после лекции подошел и сказал, если он решил, что есть две власти, то все, 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 что он делал до этого и после этого не имеет никакого значения, потому что это решение две власти, да, вот, две власти, это, это видовопоклонство, видовопоклонство, человек ушел, видовопоклонство, видовопоклонство, оно в голове, да, я уж не говорю о других вещах, которые рассказываются про Ильше Бенавуе, в трактатике Хагига и в трактатике души, да, вот, да, я ему сказал здесь совершенно другое, Ильше Бенавуе ушел от Торы, так сказать, свихнулся, если им грубо говоря, да, из-за того, что он переживал за еврейский народ, переживал за сквернение имени Всевышнего, он не выдержал того ужаса, который он видел вокруг себя, он не выдержал расправы над мудрецами, и поэтому, поскольку его идовопоклонство, оно не родилось от того, что он хотел бежать за идолами, оно родилось от отчаяния, поэтому его можно как-то вытащить, поэтому можно найти оправдание, поэтому его можно спасти, а не потому, что он, не потому, что он решил, что есть две власти, это как бы ничего не имеет никакого большого значения, да, вот это такая преамбула, давайте мы здесь посмотрим этот момент, «И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле, те дни, сказал Бог, не скажут более ковчег завета Бога, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не заметит, что нет его, и не будет он больше сделан, в то время Ирушалаем назовут престолом Бога, и туда, в Ирушалаем, соберутся все народы во имя Бога и не станут более следовать упорству злого сердца своего». Во-первых, связь между отрывками, только что говорили о призыве вернуться, и теперь мы почему-то говорим, и даже если нет понимания своих грехов, требуется только признание их, если даже понимание, все равно вернуться, и теперь почему-то мы говорим о ковчеге завета, вот у нас, пожалуйста, это было 15-е предложение, а это 16-е предложение, и мы сразу говорим о ковчеге завета, какая связь, какая лойка. Лойка понятна? Всевышний говорит, возвращайтесь, ладно, со всем вашим пониманием, или непониманием, возвращайтесь, только скажите, что я ваш отец, что вы согрешили против меня, потому что в скором будущем, может быть, не в очень скором, но можно представить себе, что и в скором будущем, если вы вернетесь, если все пойдет как нужно, вернутся и другие, вы придут, и ушелаем, и другие народы. А они-то что понимают? А я им буду рад, я их соберу, я их приведу, я их подведу к пониманию, к осознанию истинности Бога, только пусть придут, соберутся в Иерушалаем, стекутся в Иерушалаем. В то время Иерушалаем зовут престолом Бога, и это очень интересно, Иерушалаем будет престол Бога. Не святая святых, как говорит Ишаяху в 6 главе, и не небо, небеса, как говорит он в 66 главе, вот я выписал для вас Ишаяху в 66 главе, так сказал Бог небо престол мой, а земля подножия ног моих на небо престол мой, а здесь Иерушалаем престол мой. То есть Шхина приблизится, придет, и она будет среди народа не благодаря ковчегу, завета, а благодаря народу, благодаря тому, что масса народа придет в Иерушалаем, масса народа придет в Иерушалаем, может быть, здесь на Иерушалаем придут не евреи, евреи соберутся в храме, Может быть, но в любом случае, массу народ придет и желаем, щена будет среди народа, а не благодаря ковчегу, не благодаря служению Всевышнему Кагенов, не благодаря молитве Кагенов, а благодаря стечению всего народа и желаем. Поэтому возвращайтесь, если уж чужие придут, так вы свои приходите, разберемся как-нибудь. И это призыв Всевышнего. Теперь, когда Еремьяу говорит, не вспомнят, на ум не придет, не вспомнят, не заменят, не заметят, что нет его, тут начинается разговор и у комментаторов современных, что не будет ковчега и не надо. Ну а что там? Вот не это, фетишизм уже уйдет совсем в прошлое, будут молиться Богу так без ковчега. Какой ужас, какой примитив, какое непонимание всей нашей традиции, какое забывание книги Шмуэль, где чудеса происходят через ковчег хотя бы, не говоря о всех других местах. Просто примитивизм. Раскрывается это через Гемару. Гемар не говорит обо всем, но можно взять ведь один пример. И в Гемаре так говорится, берется строчка из Еремьяху, из 16 главы, 14 предложения, и там говорится как. Так, да хэн, и не ямин баин, не ум гащэм, и вот приходят дни слова Всевышнего, лоя малот, хай гащэм, и не будут больше говорить, жив Всевышний, а шэр ги лаэт вне Исраэль, мецмитсраэн, который вывел народ из земли египетской. А как будет говорить? А будут говорить, жив Всевышний, который вывел народ из земли северной и из других стран. То есть последнее изгнание затмит настолько предыдущие, последний исход из всех стран, особенно из страны северной, затмит настолько исход из Египта, что исход из Египта не будут вспоминать о нем. И Гемара говорит, приходит к выводу, не то что совсем не будут по ним вспоминать, не то что совсем не будут вспоминать, последний исход будет главным. Но об исходе из Египта тоже будут помнить, просто на первом месте будут упоминать исход последний, а первый исход из Египта будут упоминать на втором месте. Его не забудут. Если мы это понимаем, то у нас есть необходимость перенести это и на эти строчки. Одного примера достаточно для того, чтобы с ним работать дальше, воспринимать его как прототип для решения других задач. И вот здесь то же самое. Не вспомнят, не заметят. В сравнении со шхиной, которая опустится в Ирушалае, может быть, не такой сильный, но она будет настолько важна для людей, что она опускается на них в Ирушалае, что ковчег не будут вспоминать в сравнении с этой шхиной. А так, конечно, они о нем вспомнят. А так, конечно, войдут в храм и будут молиться, и будут молиться в сторону ковчега, а не то, что как-то куда-то как. То есть он подчеркивает собирание народов и щену Ярушалаем и Еремьягу и отодвигает на второй план ковчега, который мы ни в коем случае не забудем. Особенно в Ёмке-Кур. И здесь я с вашего разрешения остановлюсь, а дальше мы пойдем дальше. Мне Люба Светлой Памяти всегда говорила, что нужно писать так, нужно поставить вопросы, нужно показать подход комментаторов к ним, и потом нужно дать как бы истинное понимание через Гемару и через Медрашин. Но потом она же сама сказала, что на это никакого времени не хватит. Но иногда я пытаюсь что-то подобное сделать. Большое спасибо за внимание. У нас есть несколько минут буквально на вопросы. Пожалуйста, я вижу все ваши кавадратики. И, пожалуйста, если кто-то хочет спросить, то пожалуйста. Рабзеев, если можно чуть-чуть пояснить. Потому что всегда идеальное состояние, которое как бы планируется, когда Творец будет в нас, и мы свой храм построим. Поэтому, может быть, это не противоречит одно другому, что это будет храм внутри нас, и храм... Конечно, не противоречит. Но подается это как противоречие, что не нужен ковчег, а нужна только щена, которая с нами и среди нас. Это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Никогда... Мы дальше с вами увидим. Никогда не перечеркивается старое. Возвращается к старому, так же, как Лиавдин, Ньютон, так же, как Эйнштейн переделал теорию Ньютона, законы Ньютона. Так же и мы. Мы выходим на новом уровне, но мы не отбрасываем старое. Ни в коем случае. И на это все становится бессмысленным, если мы будем вспоминать только об исходе из последнего знания, не будем вспоминать о исходе из Египта, так как Гемаррофе сначала ставит вопрос, отказывается потом от этой посылки. Это же ужас просто. И мне очень важно с вами понять тексты. Понять текст просто. Очень-очень важно. На глубоком уровне, конечно. Но важно понять текст. Ну, как же так? Это у нас есть, и мы не можем это прочитать. Радзеев, это как бы как свет. Он и волна, и частица. И то, и другое свойство есть. И одно без другого как бы оно невозможно. И наверняка скрыто еще больше. Но наше понимание, оно растет вместе со временем. То есть и одно не исключает другого. Совершенно верно. Совершенно очень хороший пример. Волна и частица. Одна посылка не исключает другую. Правда, когда мы видим электрон как волну, мы его не видим как частицу, а когда как частицу мы не видим как волну. А здесь у нас мы обязаны видеть одновременно и волну, и частицу. И это чудо, которое Всевышний, он может дать ищущим и возвращающимся. Верно? Это чудо, которое заложено в нас от рождения, как я много раз пытался вам говорить, в нескольких книгах писал, еврейское мышление парадоксальное. Оно совмещает несовместимое. Людям вокруг нас тяжело с этим жить. Правильно. Правильно. Совершенно верно. Совершенно верно. С этим трудно жить. У нас параллельные прямые пересекаются не в бесконечности, а в каждом месте. Хорошо. Ладно. Большое-большое спасибо всем за внимание. Большое спасибо вам, Равзеев. Да. Извините, если перегрузил. Если слишком критичен. Все хорошо. Вывод-то. Все хорошо будет еще лучше. Но будет еще лучше, если мы будем критически смотреть на вещи. Так нет. Просто так нет. Хорошо. Спасибо большое. Натану большое спасибо. Натан, спасибо большое. До следующих встреч. Обсудим, как и когда там в связи уже с праздниками. Посмотрим, как у нас получается. Окей. Всем спасибо. В качестве личной рекламы, но, так сказать, личной рекламы, в качестве рекламы... Обязательно. Да, рекламы дела. Я всех приглашаю. У нас начался и продолжается урок, которого два назначения. Первое, не знаю, какое первое, второе, выберите сами. Это чтение неогласованного еврита по статьям и комментариям рабо-ханан аппарата Заль недельным разделом. Во-первых, мне очень нравится тохон содержания. Во-вторых, чтение неогласованного еврита тех, кто еще в этом не преуспел. На мой взгляд, очень интересно. Живый, пятое-десятое. Йом решен, в 6 часов вечера пожалуйста присоединяйтесь к нам. Есть группа в Телеграме. Те, кто хочет ссылки и все прочее, либо пишите мне, либо я вас присоединю в группе, либо на сайте lelmod.org есть страница еврита, и там еврит, который происходит, читает недельный раздел и, соответственно, тот, про который я сказал. Все, слегка за... Я только, я со своей стороны очень рекомендую. Спасибо, Натан. Ханан Парад. Особенно в подаче Натана. Я действительно, да? Очень рекомендую. Всего самого доброго. Всем счастливо. Пока.